Привет, Алекс! Мне 25, я как-то потерял интерес к женщинам, мне вроде как безразлично стало. Это так кажется. Если ты нормальный гетеросексуальный парень, то это тебе так кажется. Это просто, видимо, у тебя, знаете, бывает такое, что идет, ты там, например, после какой-то сильной любви, влюбленности, или там, да, у тебя весь организм по-другому работал, когда ты очень сильно любил и был влюблен, и сидел на ком-то. И он израсходовал какое-то, знаете, метафорически скажу, то есть у него переполнился вот этот сосуд, да, вот этих вот эмоций, которые связаны с крышесносом, по большому счету. Тебе нужно отдохнуть. Очень часто такое бывает, что человеку просто нужно отдохнуть от эмоций. Я в таких ситуациях просто ухожу в лес, там, в джунгли, бегать, да, я чувствую, я устал от эмоций, ухожу, и меня наполняет энергия, там, природа и так далее, да. То есть просто в такой ситуации, если ты потерял интерес к женщинам, самое главное это здоровый образ жизни, спорт, правильное питание, хороший сон. У тебя организм начинает наполняться энергией, у тебя повышается тестостерон, да, и в результате потом тебе хочется кого-то атаковать. Это всегда так происходит. Это постоянно мы видим на протяжении 20 лет темы, да, так происходит. То есть мы постоянно, нас туда-сюда качает. Значит, мы влюбляемся безумно, нам рвет башню, куча там гормонов, эндорфинов, там всяких разных, бурлит все, да, там вся химия нашего организма. Вот. После этого в какой-то момент надо отдохнуть, да, у нас идет шху. И это очень хорошо. Дело в том, что такие состояния, когда тебе кажется, что потерял интерес ко всему, тебе стало скучно, это прекрасное состояние для творчества. Это нас пушит вперед что-то новое делать. Это очень важное состояние, важно понимать и знать свое устройство. Когда тебе становится скучно или тоскливо, это предвестник того, что ты сейчас будешь испытывать неудовольствие, выделяться будет адреналин и куча других гормонов, и они толкают огромное количество механизмов мозга. Такие как эффект озарения, например. Перед озарением, я заметил и я читал много про это, всегда возникает вот это состояние злой. Перед озарением ты испытываешь злость на то, что ты не можешь решить какую-то задачу, либо добиться каких-то вещей в каком-то деле. Ты всегда испытываешь это состояние, тебя начинает все раздражать, и тебе кажется, что это состояние плохое, но оно очень хорошее. Вот состояние скуки, состояние злобы, состояние такой агрессии, состояние, что чего-то не так, состояние, когда тебе кажется, что там депрессия, до слез. Вот это состояние невероятно ресурсное, это предвестник того, что у тебя будет какой-то сдвиг, но вот здесь в этот момент многие люди делают ошибки. Они начинают пить, курить, думать, сейчас я там это, и вот тут ты просто блокируешь свое развитие. То есть ты, например, начинаешь чувствовать так называемую депрессию. На самом деле, обычно люди депрессию называют просто, когда им грустно, потому что на самом деле реально там, если смотреть действительно определение депрессии, там все очень плохо. То есть реальная депрессия, которую лечат, это не та депрессия, о которой мы обычно говорим. У нас депрессия, то есть реальная депрессия, она не проходит, ее нужно лечить. Но у вас обычно там состояние грусти, состояние, что тебе скучно там, да, и это проходит там за несколько дней обычно. Так вот в этой ситуации, это очень хороший такой бустер для твоего развития. И в этот момент важно спорт, еда, правильное питание, да, и терпеть. И, как бы, грубо говоря, смотреть со стороны на свое тело, на свое сознание, чем все это закончится. Обычно заканчивается это каким-то озарением. То есть тебя озаряет, ты понимаешь, что нужно делать для того, чтобы сейчас тебя в жизни поперло, и у тебя начинается успех. Вот перед большим, огромным успехом всегда такая вот штука, что мне кажется, что я потерял ко всему интерес, мне неинтересно жить, как-то скучно, а зачем, в чем смысл жизни, вот это вот все, зачем я живу вообще, есть ли смысл какой. Вот это очень хорошо, этот момент как раз тебя, значит, сейчас твой организм наталкивает на то, чтобы мозг дал тебе ответ. Зачем тебе жить в будущем, там, несколько месяцев, там, какой-то великий проект ты там задумываешь, или, там, как всех там просто женщин поиметь, или как кого-то найти, или как кого-то соблазнить, или, там, что-то с бабками, с бизнесом связано, неважно, да. Вот так это работает.